добрый день начнем нашу следующую лекцию именно знакомство с базовыми конструкциями языка лук ток то есть с объектами для начала я установлю новую версию лук только у себя в arch linux и вот сейчас он установится мы запустим командную строку чтоб проверить работает он или нет вот он сообщает что нужно сделать для того чтобы интегрировать лак ток командную строку непосредственно но у меня это уже сделано давно поэтому связь лгп то есть запуск делается каким образом то есть есть часть название этого название вашего пролога плюс добавляем туда лгт скопировал сейчас информацию то есть старый лук ток сохранил в бэкапе и создал новую систему директориев в которой расположил ну запускаемый модуль скрипт и библиотеки вот стандартная то есть у меня есть много стандартных библиотек мы потом может быть рассмотрим даже наши главные задачи научиться программировать на этом языке что у меня программ пока никаких нету поэтому ничем выглядеть не будем выход стандартный холд зайдем какой-нибудь директорий нет есть такой директорий прочих там должна быть папка тмп в котором можно размещать проекты которые дальнейшем не будут развиваться катер ток быть там лабораторная практическое занятие наш редактировать локток программу можно при помощи visual studio code сейчас попробуем я вообще и макси работаю запустим попробуем нем что-нибудь написать открыть папку тмп ток лаб 1 тут ничего нету давайте попробуем создать новый файл назовем его я веду параллельный курс обработку естественного языка давайте сейчас какой-нибудь пример пример например трансляции синтексического разбора английского предложения лгт расширения файлы здесь можно найти для локтока вообще говоря расширение было неправильно написал он у меня уже загружена то есть можно но в себе содержит даже набор снипетов правда какими пользоваться но мы разберемся по ходу вот пример есть про можно выбрать да ну хорошо я так вы и макси работа у меня там специальные конструкции тоже используются ладно давайте начнем программировать нашу конструкцию значит наша задача транслировать предложения это классический пример короба трясет хвостом то есть если мы грамматические правила здесь напишем ну некоторого упрощенного очень-очень английского языка то предложение буду использовать формулу бнф сначала да вот равно или равно и будет одно равно предложение состоит из группы существительного и глагольной группы в английском в английском языке существует три падежа именительный притяжательный и объектный именительный совпадает с притяжательным поэтому довольно такой синтаксис будем считать простым группа существительного я сейчас грамматические правила напишу а потом продолжу да он группа существительного состоит у нас из детерминанта и существительного дальше продолжаем глагольная группа состоит из глагола и группы существительного здесь мы прилагательные не используем принципе можно потом будет записать если хотим вот мы дошли до детерминанта там вот я сказать напомню что в сущности или идентификаторы заключенные в угловые скобки обозначают не терминальные символы в грамматике это конструкция потом которой раскрывать какую-то другую конструкцию при помощи грамматических правил если мы порождаем язык если же мы распознаем что-то то вот это вот не терминальный символ обозначает какую-то распознанную конструкцию так очки нас бывает детерминанты и и колда там или пикал можно писать тут майкал и питали как раз за счет объектно-ориентированного программирования мы что демонстрируем здесь расширяемость то же самое значит с существительными является корова и хвост глагол напишем verb значит здесь будем сразу же писать в третьем лице а во втором лице то есть logs shakes теперь нужно это нам запрограммировать в виде объекта вот он нам подсказывает тут маленько спешит надо это как-то вниз и брать здесь объект имя объекта что это будет у нас транслятор английских фраз да или как синтаксический анализатор инк аналайзер почерк нам случае мы создаем объект относящийся к иерархии прототипов то есть мы потом можем создавать специфические расширения нашего аналайзера то есть мы не здесь не создаем класс нам нужно определить паблик давайте будем обозначать давайте сначала я вам покажу вариант реализации то есть можно реализовать транслятор таким образом сделать предикат к литр и качестве первого аргумента писать не терминальный символ который стоит с левой стороны в грамматическом правиле например sentence это классический вариант разделяю вас стоит некоторый входной поток слов слов слова у нас будут но уже разбиты если мы смогли странслировать из и поток согласно грамматике сантин стал тогда все что останется она будет находиться в о тут по идее еще будут потом какие-то дополнительные аргументы но пока мы их не пишем ну и вот получается чтобы странслировать предложения согласно от этой грамматике смысле получается левой стороны правой стороны право лево путаю значит нужно нам странслировать группу существительного на он групп она находится в начале потока да мы и странслировали получили какой-то остаток рест и теперь транслируем в виде группы глагольный этот вот остаток получаем о ну и таким образом эти тр создаем здесь последовательно но нам нужно сделать так чтобы наша система была расширяема мы хотим какие-то новые грамматические правила добавлять для какого-то не терминального символа поэтому переделаем таким вот образом тр сент и он уже кстати будет ближе к дефинитив клаус граммор интересно дцг расширение синтаксиса пролога который позволяет грамматические правила писать нам здесь уручную будем пока надеюсь мы транслируем что глагольную группу ну и так далее я сейчас запрограммирую все ключевой момент в процессе рассмотрим что-то мне надоело писать слабо тур сейчас и криким правда тоже проблема возникает я хотел сделать словарь существительных то есть это номер одноаргументный предикат в котором параметр это конкретно существительное тут у меня теперь не получается это сделать давайте здесь почерк как дополнительный элемент то же самое с детерминантами то есть вот группа существительного значит детерминант транслируем начало какая-то середина остается а потом эту середину транслируем и все что останется в о помещаем и по аналогии все остальные правила то есть вот этот почерк я добавил для того чтобы потом можно было бы мне сделать паблик интерфейс я сразу запрограммирую публичный предикат который будет называться у нас одноаргументный noun будет нас возможность добавить новые детерминанты и глагол ну при помощи наследованием это не наследование это расширение объектов все становится теперь здесь кстати да давайте сделаем публичный интерфейс translate translate какой-то входной поток если мы можем в нем транслировать предложение при этом у нас в результате в конце концов останется пустой список вот теперь мы его сделаем здесь публичным предикатом если мы объявляем один предикат скобки кругу прямоугольные можно не писать то есть транслейт слышь один можно кстати еще информацию дописать info здесь идет список author is он тут внезапно обнаружил оказывается оказывается Паула Мура отслеживает список моих публикаций касающихся луктока интересно ну ладно меня интересует как у нас инфо организуется ну вот есть естественно руководство разные вот в нем можно искать вот пример версия такая это прямо отсюда скопирую я вот себе в имаксе как раз шаблон такой сделал по-моему кстати инфо касающийся нашего объекта то есть помимо из что получается инглиш или техника лучше написать инглиш транслейтер или синтекс аналайзер лучше написать еще его в народе сейчас называют парсер то есть в русском языке такого слова нет в английском есть парсер синтексический аналайзер дата сегодняшняя 23 9 14 по моему ну и версия скромно такая ну все и потом можно специальным обработчиком создать создать отдельный файл документации кстати не аналайзера парсер я переименовываю объект и опять влёкся давайте допишу такие программы я так хочется какой-то шаблон придумать что она автоматически за меня даже правила писала продолжаем ну и вот это получается не терминальные силы которые преобразуются как-то связано уже с элементами языка здесь у нас получалось что мы и делили на две части на ту часть которая транслируется и остаток здесь мы должны взять одно слово уже то есть если мы давайте его обозначим verb от него какой-то остаток останется т хвост и этот хвост как раз и получается в качестве этого результата ну кто я предполагаю что вы пролог то уже изучили если какие то вопросы есть по поводу пролога тоже задавайте у меня есть канал тоже где я для бакалавра как раз развертываю процесс изучения пролога ну и вот тут собственно обращаемся к нашим публичным verb только здесь надо сделать следующим образом мы должны обратиться к объекту к самому себе да кстати подзабыл если мы хотим сделать расширяемую конструкцию то тогда надо здесь обращение к self сделать все теперь правильно ну и тогда получается это как это мы здесь обозначили предикат публичный sentence он у нас будет не публичным а protected ну здесь система такая же как в java c++ protected send 2 так остальное тоже можно скопировать можно сделать списком одним их объявить ну интересно этот нюанс соответственно noun group ну и так далее я наверное все не буду здесь объявлять хотя наверное когда к ним запросы сделать невозможно здесь послать сообщение ну давайте это делаем вот вот пока я значит добавлял эти декларации подумал что в смысл вообще объявлять verb protected потому что мы же можем его просто дополнять дополняя вот этот verb я кстати забыл написать запрос поэтому мы его сделаем private приватный пускай вот хотят чем черт не шутить ну вот я добавил детерминат ага пока ошибки здесь все сразу работает и мы еще не запускали так лакток нам лакток показывает что у нас singleton variable предупреждение да ну да надо предназначить здесь аналогично т то есть после трансляции одного слова да если оно является существительным то оставшаяся часть что нужно транслировать попадает в хвост мы ее возвращаем согласно можем так сказать протоколу и вот смотрите наверное мы здесь закончим с нашим этим объектом получается здесь мы создали грамматику не знаю правильно это отдельно не рассматривал пример еще вот и пусть у нее словарь будет пока пустой но зато у нас вот видите объявлено что мы должны быть существительные детерминаты и глаголы теперь произведем наследование операцию точнее не наследование а расширение пускай это будет у нас какой-нибудь call language называется call length не совсем правильно конечно так там в конце должно быть ну теперь определим эти паблики наши существует у нас значит существует хост что касается здесь не надо объявлять уже пабликам потому что декларации тоже импортирует да кстати импортирует extends да это не то запрос какого нет сниппета так extends что у нас там расширяет ink parser ну кстати да можно в принципе и некий язык сделать а в нем элемент транслятор плана здесь не суть дизайном не занимаемся так verb ox shakes и determinant соответственно e кстати по другому сделать например у нас из списка берется если list так по-моему динамное member это скорее всего не будет работать потому что специально процедура импорта есть лук ток то есть каждая вот эта инкапсуляция которую мы сейчас здесь формируем она может расцениваться как модуль я потом если что-то будет неправильно потом посмотрю исправлю так что такие у нас бывают a the my да например так он говорит что reference announced module lists сейчас посмотрим документации я маленько подзабыл год назад последний раз программа писала на него декларации use module модул в конце есть примеры правда не самый тривиальный пример с переименованием при импорте но суть в том что название модуля получается это какой-то элемент в модуле есть модул можно писать делку внутри объекта вот я импортирую лист и теперь можно написать что мне интересует только member двух аргументов ну вроде перестала руку хотя не вообще не нравится ну вроде правильно все вот моя программа которую я в конце прошлого сентября писал для распознавания рабочих программ она еще только на начальном этапе естественно вот useModuleListMemberRepent ну да просто запустить наверное посмотреть что будет тут скорее всего вот в чем дело что лист он автоимпортируемый модуль в латихе в SI прологии может быть надо просто декларировать его импорт явным образом ну вот собственная декларация сейчас мы скопируем ну вот он и успокоился вроде все готов чтобы попробовать запустить нашу программу теперь сохраним в линуксе удобно очень да то есть мы находимся в каком-то территории теперь запускаем оттуда в локток загружаем нашу программу то есть транс точка ну даже ноль сообщений обычно он тут вываливает целые страницы различных замечаний так ну теперь запускаем нашу конструкцию то есть то есть length translate the cow shakes x v fail и не работает сейчас будем разбираться object а call length не существует а здесь почерк написать true false видите работает да теперь давайте сделаем так чтобы она дерево синтаксического разбора генерировала наша программа то есть это можно сделать путем например добавления прямо в программу здесь второго аргумента да номер 3 да можно в принципе так же сделать то есть специальный вариант объекта то есть новый объект расширяющий предыдущий то есть например у нас получается как название будет ping parser например 3 или abstract синтакс ну и собственно реализовать его у нас теперь зато будет два объекта один значит просто может проверить на соответствие а второй будет не только проверять но еще дерево синтаксическое строит если конечно получится может и не получится может что-то не хватит еще вот собственно что мы хотим сделать то есть у нас транслируем предложение из входного потока и останется потом о разделим входные и выходные данные и в результате трансляции предложения получилась такая конструкция здесь будет non-group здесь будет baregroup так ну и что получается нам нужно вызвать теперь унаследованный sentence для этого мы используем вот такую вот такой вид сообщений то есть sentence то есть вызываем родительский sentence вот так как наш sentence здесь уже трех аргументный мы его должны обозначить protected sentence 3 ну и аналогично делаем остальные конструкции теперь да кстати неправильно сделал уже не можем куда-нибудь взять значение переменной non-group по факту получается мы заново программируем некоторую параллельную реализацию но мы можем унаследовать к примеру вот этот интерфейс public да его кстати мы можем отдельно выделить теперь протокол протокол здесь напишем протокол например это что будет int diction rp p на конце это значит протокол вот и теперь можно его обозначить обозначить int parser implements протокол протокол int parser dictionary p п что потерпим то же самое здесь пусть они будут независимы хотя бы может быть потом мы их объединим не знаю сейчас трудно сказать аналайзер аналайзер constructing с конструированием abstract syntax tree и так далее это все надо проще скопируем это все транслейт тоже можно сюда добавить протокол публичный но эти sentence 2 sentence 3 не не является общими элементами я копирую и здесь мы заново не очень неудачно ну ладно страшно тут наверное сокращенные варианты сделаем вместо noun group ng да или sentence ng vg да и с параметрами естественно vg 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 что-то куда они берутся они берутся вот отсюда это будет noun group это будет verb group все теперь по идее все правильно дециди отсюда уберем вот эти вот definitive clause grammars они тоже позволяют не только грамматику задать красиво но и определить что в результате трансляции получается то есть правило построения абстрактного синтексического дерева здесь есть трех аргументный sentence то есть input первый аргумент а output второй аргумент и это соответственно дерево третий аргумент продолжим как сделаю значит продолжим вещами здесь опять поспешил все проще все проще намного функторы убираем отсюда и сюда добавляем получается так noun group determinant существительное да пока я осуществляю реализацию я прикинул что на самом деле можно же сделать то есть наследовать вот этот вот ink parser без ast ink parser with ast st и просто сделать отдельную процедуру translate которая игнорирует третий параметр наверно так и сделаем а тут кстати тут нету у нас translate открыв аргументного в протоколе это не используется ну можем кстати добавить его в протокол сначала у нас будет два лига translate дизайн какой-то странный становится интегрированный в один объект фактически здесь я использую обозначение словом verb так будет потом проще читать т.е. когда мы используем слово сочетание verb group будем сокращение использовать если одно слово то будем полностью писать так иногда удобнее глагол determinant и существительное убираем убираем достаточный символ и теперь сохраним теперь можно этот объект переместить вниз отсюда все убрать стоит только translate так 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 свой тел translate почерк почерк того translate нам с помощью нету здесь можно так можно вот так сделать разница никакой а почему потому что здесь у нас одноаргументный translate здесь двухаргументный translate не заметьте да мы пока отправляем сообщение самим себе так как нам здесь уже не нужно implement extends in parcel to st а на самом деле он не расширяет а наоборот сокращает наш объект так translate двухаргументный остался input 3 так что у нас sentence sentence input в результате должен быть пустой список и дерево все не знаем сколько это красиво получилось но тем не менее call length да мы наследуем call length и задаем словари так пробуем все это запустить загружаем он да сообщение видишь redefining in parser redefine object по идее то же самое должно заработать но и теперь если нам нужно дерево то мы его запускаем вот получаем наше дерево можно еще например сделать какую-нибудь конструкцию которая будет рисовать наши деревья ну каким-нибудь довольно простым способом мы реализуем еще один как пример инкапсулированного объекта отделим тут типа пользовательскую часть user part ну то есть где у нас конкретное приложение как бы здесь у нас библиотека получается object 3 ну можно создать некоторый объект который в каком-то смысле манипулирует деревьями да ну можно просто три назвать его и вот здесь мы поставим контекст то есть это будет нечто новое какое-то конкретное дерево ну и пусть у нас будет ну для начала просто некоторых предикат который будет дерево на экране писать то есть паблик предикат ну сказать print называется print 1 аргумент дерево которое мы печатаем ну инфо тут я не буду print а стоп почему один аргумент на аргумент потому что один будет приходить из этого контекста print кстати в скобке не ставится прология формат кстати он тоже должен быть импортирован не помню не помню откуда формат тильдове давайте println сделаем это не очень универсально но просто хочу формат показать тильдове означает что очередной аргумент из этого списка нужно распечатать распечатать при помощи предиката write 1 то есть как он имеет печатать так и будет печатать с этим с этим можно написать еще так ну и соответственно смотрим что у нас получилось опять теперь запуск 3 и вот здесь 3 println и не работает за какой причине да это впервые у меня такая штука значит сучом что мы же запускаем сообщение соответственно вот этот элемент он должен быть сущным и должна быть объектом а у нас это функция то есть неприменимо можно какую-то объектную капсуляцию сделать но давайте не будем усложнять конструкцию тогда уберем контекст вот я тут соответствующим образом изменил декларацию println то есть добавил один аргумент подключаем редактор и загружаем ну и тут получается туда 3 println 3 нужно распечатать дальше реализуем печать в виде дерева дальше дальше на этом мы наверно закончим не сюда а вот сюда значит draw 3 для того чтобы дерево нарисовать нам нужно вспомогательное ну там draw 1 например всякий draw можно использовать лучше классику брать draw 1 3 0 то есть мы будем дерево рисовать в бок этот draw 1 нам особо не надо его как-то расширять поэтому пусть будет предикатом без отдельных деклараций то есть не public не private не protector внутренний предикат чтобы узел ноут распечатать нам сначала нужно его представить таким вот образом то есть какое-то название и аргументы пошли представить таким вот образом направление когда тут из какой стороны двое точки стоят то есть две точки то есть этой конструкции напоминаю что у нас скажем есть какой-то функтор вот такого вида или терм и он его преобразует в конструкцию вида a bc я его представил в таком вот виде то есть bc попадает в arcs список ну и программируем дальше запрограммировал где-то здесь синтаксическая ошибка то есть представляем наш узел в виде списка печатаем level пробелов так потом распечатываем имя нашего узла переводим строку формируем новый отступ ну декларацию нового отступа то есть level плюс 4 а здесь из а не равно и вот потом выполняем вот for all это библиотечная процедура имеет два аргумента первый аргумент это некоторый генератор ну или условия то есть в результате генерации получаются новые предзначения переменной и потом должны выполнить конструкцию то есть для каждого набора значения отсюда мы выполняем вот эту вот конструкцию то есть печатаем все аргументы но здесь где-то синтаксическая ошибка обычно это где-то забытая запятая или кавычки не в тему стоят сейчас разберемся я пока не буду напрягаться space пространство здесь можно через for all сделать можно рекурсивно можно давайте рекурсивно сделаем в качестве упражнения с учетом отсечения даже сделаем с использованием то есть space n здесь обязательно надо проверить чтобы n был больше нуля так write space запятая space n1 значит язык провок нефункциональный поэтому нам нужно много писать в нем то есть n минус единица на самом деле можно было написать for all и так далее так for all кстати он импортируется из модуля methods useModule for all сфер у некоторых он встроенный диск антина квартиру двух аргументный for all теперь что-то ему здесь не нравится а ну да список предикатов которые мы импортируем модифай модифай built-in метод а здесь он встроенный странно с и прология ну точно list member true лично true че не догоняю где тут ошибка давайте закомментируем посмотрим а она же где-то выше ошибка я поищу я закомментировал ровно что-то внутри находится ну да стандартам все-таки менял местами две точки так и чё пробуем так а что опять референста наум модули модеу лист одно время вот эти вот ее смогу он не наследовал сейчас наследует хорошо мне надо лишь написать декларации так и хотим нарисовать сработает нет сработал но пока нам бы еще выявлять эти детерминат да вы хотя и так принципе годится the sentence состоит из группы существительного глагольной группы угольная группа состоит из глагола шейкс и группа существительного опять же из артикля зы существительного тэйл морок и жди скобки поставить но тогда надо нам скажем распознавать одноаргументные прадикаты которые внутри имеет ноль аргументной прадикаты можете в качестве упражнения это взять вот на что касается самостоятельной работы то есть я предлагаю вам реализовать ну какую-нибудь задачку примеру сейчас я вам набью положим и позже вы там работаете в группах по два человека получается что нужно примерно 10 заданий придумать вот первое задание первое что в голову пришло какая-нибудь какой-нибудь набор операций над не всем правильно то есть набор инкапсулированных прадикатов которые работают ну примерно деревьями то есть там 3 handling 3 handling можно процедур прадикатами называть например сбалансировать дерево там или положено с объекта вл дерева есть точнее не весь нас пока статический объект используется то есть некоторый объект который балансирует дерево опять же если на входе не сбалансированное дерево нужно сбалансировать стек можно сделать пожалуйста пока опять же статический то есть это операция над стеком следующий паре мы рассмотрим динамические объекты то есть стеки трещин там на хир если имеет смысл то есть куча это последовательно символов определенная ну или найдете который на самом деле дерево представляет 4 лабораторно 4 4 вариант лабораторной граф это в смысле общий граф не семантический граф граф оперейшнс пятая ну базу данных можно сделать а ну тут тут тогда все таки надо эти ассерты и ретракты и там подобные вещи рассматривать здесь пока мы его не берем здесь минус 5 напишу дальше какой еще вообще нужно придумать 6 вариантов задач ну тут тоже голову пришло например компилятор например оператора for то есть там не надо глубоко выдаваться компайлер for operator например чего там паскаль для оператор лучше он сидом for each можно там джаваски и так далее скомпилировать можно какую-нибудь виртуальную машину можно в реальный набор инструкций микропроцессора без всяких там ресурсов то есть мы не рассматриваем как регистр распределяется просто выделяем или да можно еще в вем например в вем так что там не какая-то еще одна мысль была интересна а ну вот то есть можно сделать объект типа general problem server то есть интерфейсом автор 2 до паблик который и у него был пример голову голову помогу по моему ключевое слово нет там не ключевое слово нажать и сопроводка то есть голову один то есть задаете ну просто даете интерфейс автор голову так создаете gps объект general problem server без всяких он и вристик просто вот в тупую там поиском глубину например да кстати вот один можно объект создать поиском глубину другой поиск ширину там может друг от друга унаследовать если имеет смысл вот и создаете задачу какой-то мир волка за капуста чтобы он решил либо там другая задача людоеды и миссионеры еще известная много таких задач вот можно интерфейс так восьмой вариант задачи посмотрим сейчас еще еще придумаю набор правил для символьного дифференцирования то есть здесь нужно создать например предикат d дифференцирования то есть первый аргумент получается некоторые выражения 2 по какой переменной переменной может быть как переменная пролога от моей методички но там правда нудно очень но тем не менее можно то есть суть чем что можно сделать такой дифференциатор который нотариальными прологовскими выражениями выполняет вот эту операцию дифференцирования и потом его вычислить можно например над выражениями где типа переменные представлены в виде термов просто . то есть вор ну и тут будет да и правильно то есть выражение по переменной получаем дифференцированное выражение ты ты я равно д д д е о д вар шаблон мы еще более сложный вариант еще можно сделать руль сет и арифметик рядившим редакшн он имел правил такой что x плюс 0 она должна преобразоваться в x если без проблем можно переменной спорта x плюс 0 в x то есть что-то вроде редакшн x плюс 0 получаемый какой-то механизм который будет рекурсивных вызывать до тех пор пока возвращаемый ред значение не будет не будет не сокращаем там кстати много нюансов тоже так десятая десятый вариант еще надо придумать ну то же самое 0 ордер это можно прямо взять из книги бродко илана 0 ордер то есть методом резолюции но правда над пропозициональными формами то есть форму нулевого порядка чтобы он доказывал что отрицание нашей формулы сводится к пустому дизъюнкту много чего можно сделать но здесь правда опять же надо ассерты но вы можете сами их изучить в принципе ничего сложного но мы на следующий паре будем проходить динамически получается предикаты внутри объектов пока с иерархии классов мы не будем иметь дело потому что ну она все говоря не очень не часто нужно она бывает что она и контексты надеюсь все было понятно и интересно до следующего раза до свидания